И мы задаем вручную цвет, какой мы хотим этим линиям Далее, вот собственно работа пакета Skylix Мы задаем командой Skylix State Time, что у нас в России здесь будет время показываться И мы выбираем, с какой дробностью нам показывать Главное обозначение будет Centillaum 2880 гривен Далее, подписи какого формата День, как вот такая название, аббригатура месяца и часы-минуты И обязательный временной форекс Потому что у нас тоже это все переведет на 2 часа или на 3 часа Ну, формат FTC И задаем побочную разбилку тоже с каким интервалом Тоже такой нашумевший в Кривбаксе график Это один из постов, который якобы мониторит любом юнической области Государственная служба чрезвычайных ситуаций нам отметила Что подписанный инцидент попадает под определение Чрезвычайной ситуации технодельного города В городе прозевали чрезвычайную ситуацию Мы когда занялись более детально Мы еще несколько поглавливали вот приблизительно таких же инцидентов Всего вы насчитали 5 или 6 инцидентов, когда попадало под определение чрезвычайной ситуации Никто не слухом не думал Пендеря хорошего всем дала космосферного служба чрезвычайных ситуаций Они начали, получив наше письмо, и в сам станцию, и в горосполком И нас все равно задабывали постоянно Но, это в чем? Ветер в это время был не со стороны замков То есть, это какой-то источник находился в городе, в живой зоне Официальных источников оксидного зона нет Это какая-то шараж-монтаж компания, которая спряталась в багажах Что они там делали? И Арсену Миттл, а это не наше, мы никому не скажем Они только через месяц отправили отчет в сам станцию Вот, мы фиксировали Смотрите, как работает функция SkylXD Вот она нам пронумеровано, как мы задали с такими интервалами И вот наши линии, которые мы подписывали Разовая процентрация, вот она и среднесуточная, которая на порядке меньше Вот она, то есть, сразу прекрасно видно, в какую сторону что улетело Оформление Мы запускаем функцию GGBO, начинаем строить график, мы какой-то объектом, в данном случае точке начинаем принесить Далее, вот это Love и Then Тем С помощью вот этих функций Вы можете, по сути, вы работать с ним в корпоративный стиль Отображение этих вопросов Ну, абсолютно, ну, как подписываются у них X, Y, за голубых делах А вот это вот, здоровый набор Какой шрифт мы выбирали? Ну, какой, ну, какой начертан По оси Y Какого цвета будет эта шрифт Где область будет находиться и вредная программа Как нам раздораживать? Какие будут тексты по оси X, по оси Y Какого цвета? Как повернуть? Заливка Заблудился Заливка вообще всей области построения Какого цвета Какие будут подписи оранжевого цвета То есть Раз вот так вот Поигравшись с этими Наскройками Вот это вот У меня будут голубые линии сиреневый цвет И так далее Ну Надо в общем немножко поиграться Потому что гарнитуры по-разному Чертятся Одни пузатые, вторые высокие То есть Разве шрифта задаешь одинаково Но из-за различия гарнитуры Они там Там съезжают Там улетают Поэтому надо Выбрать Вручную Побаговаться Планы наши на будущее Как общественные организации И что мы дальше хотим с этим все делать? Во-первых, мы Что с нетерпением Когда наш был восстановлен Наконец-то Опубликуруют данные Которые собирались В 2012 Год Работали Эти посты Или Работали Там тоже Стоим кассетом В этих данных Но тем не менее Извините, ребята Четыре года Что-то же делало Это те Нафига Что они покупали? Вали Народ активно требует Интерактивного Нафига Включил Горожанам Совсем хочется Поемлозить Ползунки Всякие Поменять А как оно меняется? То есть Плоская графика Статичная Тоже не устроена Ну придется осваивать Вы пока этим не владеете Также Какие данные Дистанционного Загирования С помощью Потому что К вам тут Есть хорошая система Но вот эти вот Кликодроны Тоже Весьма Задерживают Иногда очень часто Хочется Попробовать Напрямую В командной С враги Ну и конечно же Обмен опытом Потому что Вот у Запорожья Где тоже Такие проблемы С атмосферой Уже пишут напрямую Что ребята Может вы нам что-то Посчитаете Я так понимаю Видать В регионах Проблема найти Вот Посадить человека Который это Обработает И Выдаст В таком виде Все Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ У вас есть Можно задать вопросы Докладчик У меня Докладчик Телерыв В течение Которого Я вам Прошла Макеты Которые Вы можете Заполнять Докладчик И Потом И Докладчик И Там Есть вопросы Вы Которые Вы Можете Останавливать контакты Это Вопросы Например например, хотите выделать докладку или поучаствовать в логушарке и если да, то вы можете оставить для меня свой контакт вот а в 0s это абсолютно англантно если вы улучшения задавайте вопросы да есть, можно у вас чего-то не взять, а это что-то с комиссией? можно, впервые не должно можно мы все никак не опубликуем ну это про ту из своей средств, которую она заражала, что она не имеет ну что вы скажете? ну вот из этой средств заражала, да? все действия не смогли со своей средств ну я зайду там, где-то на компьютере, у меня она лежит власне первая таблица ну вона не по повлистю первая потому что мы когда забывали вручную, то мы там уже попричунули на бумаге 26 да, из них 4 городских, 5 метеосслужбы, а остальные по предприятиям ну мы забуксовали на вот этих трех и на городских что там творится на наших блоках, шахтах вот даже еще не писали, не узнавали ну при войне очень большой город поскольку это вообще для четкой картины или необходимых постов ну на вашем успехе ну если автоматизировано то наверное тоже где-то порядка 10-15 постов потому что у нас город не пузатый он растянутый не, я знаю, я сам расскажу да, то есть вот метеосслужба она, имея 5 постов она вписывается в нижнюю границу по старым мостам что больше 500 тысяч населений 5-10 постов но беда в том, что они по сути в центральной и южной части города вот сосредоточены а северных пост вообще без наблюдений без независимости то есть на Севгоке на Севгоке ну на Севгоке, на Севгоке у них свои ведомственные посты есть ну что они там меряют мы вот буквально недавно сравнили пост метеосслужбы и через 200 метров от него пост Арселон Митл автоматизировал разница в среднемесячных концентрациях пыли 2, 4, 6, 12 раз ну как такое может быть то есть кому верить то есть кому верить если мы взяли но у нас такой юридический есть подвох есть такое понятие как субъект мониторинг и там в законе же оно прописано кто кто является то есть даже поставив там свои 20 постов потом с этими данными они будут поверенными и так далее очень тяжело доказать что ты не баран потому что ребята вы не субъект мониторинга то есть это сложная процедура это не сложная процедура это тупиковая процедура потому что потом на самом верхнем уровне оказывается что ребята так вы не наделены полномочия город наш тоже не субъект мониторинга они свои 4 поста автоматизированных пытаются метеослужбы скинуть уже второй год мы не возьмем себе на баланс господин субъект мониторинга вы стремитесь в том что при встрече у вас чистыми данными вы говорите вам подоставлять данные и вы можете сделать нехорошо если это не ваши посты вы четко не можете вы можете сделать данные данные грязные я имею ввиду не то что неправильно меряются а просто формат этих данных не машинно читаем ну вот ждем городской что нам город покажет обещали с возможностью экспорта даже я думаю там тоже вот так будут все показания а в прямом роде только медиаслужбы является субъектом мониторинга нет еще крупные предприятия загрязнители у них есть посты они тоже субъекты мониторинга ну я вам скажу никто ничего не знает потому что везде циркулирует вот эта среднемесячная информация а что оно там было где когда то есть оно вот это теряется когда надо людей эвакуировать с района да ушами прохлопами среднесуточные по часу не отслеживают они себе отслеживают но никого не показывают у нас вот эта документация которая раз в месяц сдается хотя это информация оперативная это могут горожане сами планировать свой вечер или с ребенком в парк идти или лучше дома посадить спрашиваю спрашиваю тут просто интересно как можно получить статус субъекта мониторинга ну став крупным загрязнителем ну хотя бы если поделать более статус субъекта мониторинга наша вот основная цель чтобы вот эти данные были в открытом доступе в машиночитаемых форматах чтобы они не смогли вот так вот там спрятать и спрятать и так далее даже если они будут там халтурить затирать значения это же все подделать такую массив данных но все равно всплывет методы есть да по закону распределения уже не ошибаться отрубили именно это это долгая история я лет наверное 5 или 4 года назад задумался как работать с геологическими базами данных там тоже по 30 по 50 тысяч записей там содержание компонентов причем так чтобы это было open source лазил по разным форумам вот нашел очень большие рекомендации мощные для этого языка программирования ну начал приблизительно что-то пытаться вот вот сейчас более-менее владеют то есть вам как не профессиональные программисты это ну я бы не сказал что легко было очень мало литературы в то время сейчас уже да сейчас можно найти любой ответ на любой вопрос как ни специалисту как ни программисту хватает вот так вот с головой это при том что тут еще всякие статистические методы то есть тут только визуализация по сути показывает пью чай и так сказать очень хороший пример потому что возможно это какое-то 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 ситуация когда в своих работах и организациях она возникает в общем даже реально это какая-то бежит с кем и в и и в и в и и в в Спасибо.